В этот момент влюблённые поняли, что за всё время, пока были влюблены в друг друга, они не испытывали такого наслаждения, такого блаженства, когда драли злую девочку за уши. Ну да ладно, не об девочке. Сразу после медицинского колледжа я пришла работать сюда, в эту занифанную больничку. Вот однажды княжна у нас лежала, в высшей степени нервного расстройства. А врачи всё вылечить её не могли. Как только к ней молодой человек лезть такой приятной наружности, в блокированных щеблетах, так заболевание ещё пуще обострялось. А впрочем, а впрочем, слушайте сами. Господа, Господа, вы знаете, вы знаете, какая прекрасная нежна Анна, это просто счастье её наблюдать, когда золотистые волосы падают с плечей, волнами разбиваются, а камни так и на море. Волна набегает, бьётся в камень и разбивается. Боже, видели бы вы её голубые прекрасные глаза, когда падаешь на это дно, хочется жить, хочется видеть её. А когда она дышит, её тонкий, да чёрный пюстик вздымается. И, Боже, каким надо быть идиотом, чтобы не понимать, что она прекрасна, что хочется жить, петь, наслаждаться ею. Ах! И вот она, княжна. Даже не знаю, с чего начать. Княжна, позвольте поговорить с вами. О, да. Для вас это может показаться неожиданным. Я бы даже сказал экспромтным. Но, поймите, когда я впервые увидел вас... Я присяду. Когда я впервые увидел вас, вы сразу запали мне в душу. И в этой душе её теребили, теребили, теребили. Что, ежели вы откажете мне в моём желании, то я окажусь глубоко несчастен. Поймите, наши имения ограничат. Я богат. Так в чём дело? В чём дело? В чём дело? Может быть, это покажется слегка безрассудным, может быть, даже мухальным, но... Мишна. Я хочу сделать вам предложение. А? Предложение. Представляете? Дайте мне вашу руку. Когда мы с вами вдвоём вот так рука оба можем только за год получить миллион пудов сала. Представьте, на границах наших имений мы можем построить салатопельный завод на боях. По-моему, это прекрасно, а? С удовольствием. С-пробуй. Спасибо за просмотр! Спасибо!